Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери. Глава пятая. Квазимода. В одно мгновение всё было готово, чтобы осуществить мысль Копиноля. Горожане, студенты, клерки — все принялись за работу. Гримассы решили делать в маленькой капелле, занимавший конец зала напротив мраморного помоста. В красивой розетке над входом выбили одно стекло, так что образовалось круглое отверстие, в которое конкуренты должны были просовывать голову. Для того, чтобы добраться до него, стоило только вскарабкаться на две бочки, которые где-то добыли и взгромоздили одну на другую. Было условлено, чтобы каждый кандидат в папы, будь то мужчина или женщина, папа мог быть и женского пола. Чтобы произвести свежее впечатление своей гримассой, ждал в капелле, закрыв лицо до тех пор, пока не наступит его очередь высунуться в отверстие. В одну минуту капелла наполнилась конкурентами, и дверь затворилась за ними. Копиноль со своего места отдавал приказания, распоряжался всем, устраивал всё. В зале поднялись страшный шум и суета. Кардинал, возмущённый всем этим не меньше Грингуара, сославшись на неотложные дела и вечернюю службу, поспешил уйти вместе со своей свитой. И вся эта толпа, которую так взволновало его прибытие, теперь даже не заметила его ухода. Один только Гильом Рим отметил бегство его преосвященства. Внимание толпы обратилось в другую сторону. Оно в этот день обращалось вокруг зала, как солнце вокруг земли. Сначала оно было устремлено на один конец зала, потом перешло на середину, а оттуда на другой конец. Мраморный помост и парчёвая эстрада уже получили своё. Наступила очередь капеллы Людовика XI. Теперь открывалось широкое поле для всяких безумств. В зале остались только фламандцы и сброд. Начались гримассы. Первая показавшаяся в отверстии физиономия с вывернутыми веками, разинутым точно пастертом и собранным в складке лбом, похожим на гусарские сапоги времён Империи, возбудила такой неудержимый хохот, что Гомер, наверное, принял бы этих крестьян и горожан за богов. Между тем, Большой зал ничуть не походил на Олимп, и бедный Юпитер Грингуара знал это лучше всякого другого. За первой страшной рожей появилась другая, потом третья, а хохот и восхищение толпы всё увеличивались. В этом зрелище было что-то безумное, какое-то могучее упоение и очарование, о котором трудно составить понятие читателю нашего времени. Вообразите себе, что перед вами проходит целая серия лиц, представляющих собой все геометрические фигуры, от треугольника до трапеции и от конуса до многогранника. Выражение всех человеческих чувств, от гнева до сладострастия. Все возрасты, от морщин новорождённого до морщин умирающей старухи. Все религиозные фантасмагории, от фавна до вильзевула. Все профили животных, от пасти до клюва, от кабаньей головы до мордочки лисицы. Представьте себе, что все чудовищные изваяния нового моста, эти кошмары, воплощённые в камень рукой Жермена Пилона, вдруг ожили и устремили на вас свои сверкающие глаза. Вообразите себе, что перед вами проходят все маски венецианского карнавала, весь человеческий калейдоскоп. Оргия становилась чисто фламандской. Сам Тинирс не мог бы дать о ней вполне чёткого представления. Это была превращённая в акханалию битва Сальватора Розой. В зале не было теперь ни студентов, ни послов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин, ни Клопена Труэльфу, ни Жиля Ле Корню, ни Марии Катр Ливр, ни Робена Пуспена. Все слились в общем безумии. Большой зал превратился как бы в громадное горнило без стыдства и ликования, где каждый рот кричал, каждое лицо кривлялось, каждая фигура принимала странную позу. И всё это ревело и выло. Невероятные лица, одно за другим показывавшиеся в отверстии розетки, были как бы пылающими головнями, бросаемыми в горящий костёр. И из всей этой буйной толпы вырывался как пар из громадного котла резкий пронзительный гул. «Проклятье! Взгляни-ка на эту рожу!» «Ну, она ничего не стоит. А вот и другая!» «Гильяметта Можерпюи! Видишь эту бычачью морду? Ей не хватает только рогов. Не твой ли это муж? Подавай новую!» «Смотрите, смотрите! Это что за гримасса?» «Эй, это жульничество! Можно показывать только лицо!» «Это, наверное, проклятая Перетта Кальбот! Она способна на всё!» «Браво! Браво! Я задыхаюсь!» «А у этого уши не могут пролезть!» И так далее, и так далее. Нужно отдать справедливость нашему другу Жану. Среди этого шабаша он продолжал сидеть на верхушке своей колонны, как юнга на мачте. Он вел себя как бесноватый. Рот его был широко открыт, и из него вырывался крик, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а вероятно потому, что он был слишком высок и недоступен человеческому уху. Савар полагает, что это бывает при 12 тысячах колебаний, а био — при 8 тысячах. Что же касается грингуара, то после первой минуты оцепенения он пришёл в себя и, вооружившись твёрдостью, решил не поддаваться. «Продолжайте!» — в третий раз сказал он своим говорящим машинам, актёрам, и принялся ходить большими шагами около мраморного помоста. Минутами ему приходило в голову подойти, в свою очередь, к розетке капеллы хотя бы для того, чтобы доставить себе удовольствие, состроить гримассу этому неблагодарному народу. Но он отгонял от себя эту мысль. «Нет», — думал он, «такая месть недостойна меня. Будем бороться до конца. Поэзия обладает могущественным влиянием на народ. Я заставлю эту толпу вернуться ко мне. Посмотрим, что одержит верх — гримассы или поэзия». Увы, он остался единственным зрителем своей пьесы. Теперь было ещё хуже, чем раньше. Оборачиваясь, он видел одни лишь спины. Впрочем, я ошибаюсь. Лицо терпеливого толстяка, с которым грингуар советовался в критическую минуту, было обращено к сцене. Что же касается до Лейнарды и Жескетты, то они уже давно исчезли? Грингуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Он подошёл к нему и заговорил с ним, подёргав его сначала за руку, так как этот честный человек облокотился на балюстраду и слегка вздремнул. «Благодарю вас, сударь», — сказал грингуар. «За что же?» — спросил толстяк, зевая. «Я вижу, что вам надоел этот страшный шум. Он мешает вам слушать пьесу. Но будьте спокойны. Ваше имя перейдёт в потомство. Позвольте узнать, как вас зовут». «Рено Шато. Хранитель печати в Парижском суде. К вашим услугам». «Вы здесь единственный представитель мусс», — сказал грингуар. «Вы слишком любезны, сударь», — ответил хранитель судебной печати. «Один только вы слушали пьесу как следует», — продолжал грингуар. «Как вы её находите?» «М-м-м... Она, правда же, довольно забавна», — ответил толстяк, ещё не совсем проснувшись. Грингуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, так как гром рукоплесканий и оглушительные крики прервали их разговор. Папа Шутов был выбран. «Браво! Браво! Браво!» — ревела толпа. И действительно трудно было придумать что-нибудь великолепнее гримассы, красовавшейся сейчас в отверстии розетки. После всех пятишестиугольных безобразных рож, которые выглядывали оттуда, не достигая идеала уродливости, сложившегося в разгорячённом оргии и воображении зрителя, только такая, необыкновенная по своему безобразию гримасса могла прелестить толпу и привести её в восторг. Сам мэтр Копиноль аплодировал, и даже бывший в числе конкурентов Клопентру ильфу, а он был настолько безобразен, что мог состроить ужаснейшую гримассу, признал себя побеждённым. Так же поступим и мы. Мы не берёмся дать читателю понятие об этом лице с четырёхгранным носом, ртом в виде подковы и раздвоенным подбородком. Над маленьким в виде мешка левым глазом этого урода нависла щетинистая рыжая бровь, тогда как правый глаз совсем исчезал под громадной бородавкой. Поломанные зубы были выщерблены, как зубцы на крепостной стене, а один из них выступал из растрескавшихся губ, как клык слона. Но ещё труднее передать выражение этого ужасного лица. Какую-то смесь злости, изумления и грусти. А теперь представьте себе, если можете, это чудовище. Публика единодушно приветствовала его восторженными криками. Все бросились к капелле и с торжеством выявили оттуда папу шутов. Но тут изумление и восторг толпы дошли до крайних пределов. Гримасса была настоящим лицом. Вернее, он весь представлял собой гримассу. Огромная голова с щетинистыми рыжими волосами, громадный горб на спине и поменьше на груди, страшно искривлённые ноги, которые могли соприкасаться только в коленях и напоминали два изогнутых серпа. Громадные ступни, чудовищные руки и при всём этом безобразии что-то грозное, могучее и смелое во всей фигуре, представлявшей странные исключения из общего правила, требующего, чтобы сила, как и красота, вытекала из гармонии. Таков был папа, избранный шутами. Казалось, это был разбитый и затем кое-как спаянный великан. Когда этот циклоп показался на пороге капеллы, коренастый, почти одинаковый в ширину и в высоту в камзоле, наполовину красным, наполовину фиолетовым, затканным серебряными колоколинками, толпа по этому камзолу, в особенности по необыкновенному безобразию нового папы, тотчас же узнала его. «Это Квазимода! Звонарь! Это Квазимода Кривой! Квазимода Горбун! Из собора Богоматери! Квазимода Кривоногий! Браво! Браво!» У бедняка не было, как видно, недостатка в прозвищах. «Берегитесь, беременные женщины!» — закричали студенты. «Или те, которые желают забеременеть!» — прибавил Жан. Женщины действительно закрыли лица руками. «Господи, какая отвратительная обезьяна!» — воскликнула одна из них. «И он так же зол, как и уродлив!» — подхватила другая. «Это сам дьявол!» — прибавила третья. «Я, к несчастью, живу возле самого собора Богоматери и слышу, как он каждую ночь шатается по крыше, вместе с кошками. Да, он всегда шатается по нашим крышам и напускает на нас порчу через дымовые трубы. Как-то вечером он заглянул ко мне в окно. Я подумала, что это какой-то человек и ужасно перепугалась. Я уверена, что он летает на шабаш. Раз он забыл свою метлу около моего дома. Безобразный горбун! Гнусная душонка! Тьфу!» Зато мужчины смотрели на горбуна с восхищением и восторженно рукоплескали ему. А Квазимода, породивший всю эту суматоху, продолжал стоять неподвижно около двери капеллы, серьезной и мрачной, позволяя любоваться собой. Студент Робен Пуспен подошел слишком близко к нему и засмеялся ему в лицо. Квазимода, не говоря ни слова, схватил его за пояс и отшвырнул шагов на десять в толпу. Мэтр Капиноль, восхищенный, приблизился к нему. «Клянусь богом! Никогда в жизни не видал я такого великолепного безобразия!» — воскликнул он. «Тебя стоило бы сделать папой не только в Париже, но и в Риме!» И, сказав это, он весело хлопнул его по плечу. Квазимода не шевельнулся. «Ты как раз такой человек, с которым я был бы не прочь покутить!» — продолжал Капиноль. «И кутёж будет на славу! Денег я не пожалею! Что ты на это скажешь?» Квазимода молчал. «Господи, помилуй!» — воскликнул башмачник. «Да ты глухой, что ли?» Квазимода был действительно глух. Между тем любезности Капиноля начали, по-видимому, надоедать горбуну. Он вдруг повернулся к нему и так грозно заскрежетал зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки. Толпа тоже отступила, так что около Квазимода образовался пустой круг радиусом не меньше шагов пятнадцати, а за этим кругом стояли любопытные, с уважением и страхом, смотря на горбуна. Какая-то старуха объяснила Капинолю, что Квазимода глух. «Глух?» — повторил громко расхохотавшись фламандец. «Клянусь богом! Лучше этого папы и не придумаешь!» «А, вот это кто!» — воскликнул Жан, спустившись на конец со своего карниза, чтобы взглянуть на папу поближе. «Это звонарь моего брата, Архидьякона! Здравствуй, Квазимода!» «Этакий дьявол!» — сказал Робен Пуспен, еще не успевший оправиться от смущения после своего падения. «Поглядишь на него! Оказывается, он горбун! Пойдет, видишь, что он кривоногий! Посмотрит на вас! Кривой! Заговоришь с ним, он глух! Но почему же он молчит? Куда девал свой язык этот полифем?» «Он говорит, когда захочет», — сказала старуха. «Он оглох от звона колоколов. Он не немой!» «Только этого ему и не хватает», — заметил Жан. «Да еще один глаз у него лишний», — прибавил Робен Пуспен. «Ну нет!» — рассудительно возразил Жан. «Кривому еще хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен». Тем временем, налюбовавшись на Квазимода, нищие, слуги и воры-карманники отправились вместе со студентами за картонной тиарой и шутовской мантией папы шутов, которые хранились в шкафу судебных писцов. Квазимода беспрекословно, с какой-то горделивой покорностью позволил одеть себя и посадить на пестрые носилки, которые подняли на плечи двенадцать человек из братства шутов. И выражение горькой, презрительной радости осветило мрачное лицо Циклопа, когда он увидел под своими уродливыми ногами головы всех этих красивых, прямых, стройных людей. Потом шумная, оборванная толпа двинулась процессией, чтобы по принятому обычаю обойти сначала все внутренние галереи дворца и затем уже совершить прогулку по улицам и площадям города.